ОМТВЮА про Головне. Поэтому сам по себе населенный пункт, находящийся вплотную границу, расценивать как открытие направления нового я бы не стал. Авторские модели. Туни-кэтла. Высота 703 метра. Высота 555 метра. Газпром отчитался о крушении добычи газа до минимума за всю историю компании. За два года войны добыча национального достояния рухнула на 30% с 515 до почти 360 миллиардов кубометров в год. А зарплата Миллера не рухнула. Он показал на днях Кремлем-бздуну, какие еще два шпиля построят в Питере за бюджетные деньги для удовлетворения своего эго. Два года Леша-миллиардер рожал идею, погоду на каждый шпиль. Два года на то, чтобы родить идею, идеи, которых нет в мировой архитектуре. Боже, их закончены. В РФ негазифицировано более 35% домохозяйств, 40 миллионов туалетов во дворе, школы в Сибири не оснащены обогреваемыми туалетами. В Кемерово 90% трамваев подлежат списанию, гнилые трубы, 70% коммунальных сетей. И именно сейчас нужно построить еще два офисных здания для убыточного «Газпрома». Для справки, первая башня «Газпрома» «Лахта-центр» обошлась российским налогоплательщикам в 155 миллиардов. Это примерно бюджеты Саратовской или Омской областей. Родные мои, понимаю, как вам нелегко. Но сейчас нужно еще потерпеть. Разворот на восток оборачивается для России экономическими проблемами. Очередное подтверждение этому опубликовала на неделе Financial Times. По данным источников издания, Китай затягивает подписание с Россией контракта на строительство нового трубопровода «Сила Сибири-2», требуя опустить цену газа фактически до внутрироссийского уровня и при этом не хочет гарантировать объемы закупок. «Потому что... ну потому что... потому что потому». Сейчас средняя цена газа на внутрироссийском рынке примерно 70 долларов за тысячу кубометров. При этом по уже работающему газопроводу «Сила Сибири-1» Китай покупает российский газ почти вдвое дороже. Впрочем, это уже и так самый дешевый для Пекина газ. Ведь за трубопроводные поставки из стран Центральной Азии и Мьянмы он платит в полтора-два раза больше, чем за российское топливо. «Вы что, не знаете об этом, что ли?» Отлично характеризует отсутствие в свете Владимира Путина во время его визита в Китай в середине мая главы «Газпрома» Алексея Миллера. У Китая сильная переговорная позиция, замечает Financial Times. У него нет особой, острой необходимости в дополнительных поставках топлива из России. Не сейчас, не в ближайшем будущем. Выяснилось, что для нас это проблема. Прогнозы роста внутрикитайского потребления газа на ближайшие годы не вызывают у Пекина опасений в энергетической безопасности страны. Единственная ситуация, в которой «Сила Сибири-2» очень бы пригодилась Китаю, это сценарий резкого и быстрого охлаждения отношений с Западом с последующим заметным падением объемов импорта сжиженного газа из США и Австралии. А вот для России этот газопровод куда важнее. Именно так. Именно так. По мнению опрошенных Financial Times-экспертов, «Газпром», ставший убыточным после утраты рынка ЕС, в конечном итоге будет вынужден пойти на условия Китая, поскольку другого выхода на экспорт с месторождения Ямала и Западной Сибири у него теперь просто нет. Все зависит от хозяев, а мы вяжливые люди. Москве остается лишь надеяться, что Китай по итогам переговоров предложит такие условия, что поставки ему газа из Западной Сибири не будут для России откровенно убыточными. Но даже в этом случае «Сила Сибири-2» не решит главную проблему «Газпрома» — резкое падение объемов добычи. Эта новая труба рассчитана на 50 миллиардов кубометров в год, тогда как до санкций в Европу «Газпром» ежегодно продавал больше 150 миллиардов кубометров. Представляете, кошмар. На этой же неделе журналисты Financial Times смогли ознакомиться с независимым отчетом, подготовленным для руководства «Газпрома» с оценкой перспектив компании на ближайшие годы. В документе говорится, что в течение как минимум 10 лет «Газпром» вряд ли сможет восстановить объемы продаж, потерянные из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Это факт. В 2035 году экспорт будет составлять в среднем 50-75 миллиардов кубометров в год. Это лишь треть от довоенного уровня. Ну тупые. Дефицит российского бюджета в 2024 году будет выше запланированного более чем на полтриллиона рублей. Минфин на этой неделе внес в Госдуму проект поправок «Закон о госбюджете», согласно которым расходы превысят доходы на 2 триллиона 120 миллиардов рублей. Хотя прежде дефицит должен был уложиться в триллион 600 миллиардов. Адули. Просто нагло обманули. Изменения отражают снижение оптимизма по поводу объема доходов от добычи и продажи нефти и газа. Минфин ожидает, что по этой статье будет недобор в 770 миллиардов, который, впрочем, удастся компенсировать ростом не нефтегазовых доходов почти на такую же сумму. При этом рост общего дефицита будет вызван увеличением расходов правительства на 520 миллиардов. Покрывать эти дополнительные трады планируется за счет более медленного пополнения Фонда национального благосостояния. США предлагают новый механизм финансовой поддержки Украины, который потребует встречных шагов со стороны Евросоюза и стран Большой Семерки, пишет Financial Times со ссылкой на свои источники. Вашингтон готов дать Киеву 50 миллиардов долларов в виде кредита, выплаты по которому будут обеспечены доходами от использования замороженных на Западе 300 миллиардов долларов российских резервов. Ну чушь какая-то. Так как две трети из них находятся на территории Евросоюза, США требуют, чтобы ЕС перестал продлевать антироссийские санкции два раза в год, а вместо этого ввел их на неопределенный срок. Это станет дополнительной гарантией того, что выплаты по американскому кредиту не смогут внезапно прерваться из-за возможных внутриевропейских разногласий. Напомню, что в мае Евросоюз согласовал передачу Украине доходов от замороженных на его территориях российских денег. Объем этих переводов оценивается примерно в 3 миллиарда евро в год. Если новое предложение США будет принято, то Украина получит сразу 50 миллиардов долларов. Но ежегодные выплаты от ЕС пойдут уже в США на погашение этого кредита. Вот интересное кино. Мы так не договаривались. Россию ждет новая волна трудовых мигрантов. Но не из стран Средней Азии, а из Афганистана. Об этом договорились на Петербургском экономическом форуме министр труда Афганистана и министр труда России Котяков. Об этом заявил афганский министр. Мигрантам будут давать разрешение на работу в регионах со статусом республики. В Татарстане, Чечне и других. После Питерского форума талибы продолжают гостить в России. Их делегация участвует в форуме в Казани. Он посвящен образованию. Афганистан там представляет министр образования. Тут важно напомнить, что после прихода к власти в 2021 году талибы запретили в стране любое женское образование. Девочкам нельзя ходить даже в начальную школу. Вот смешно, как в детском саду просто. На форуме в Казани также гостят чиновники сферы образования из ЦАР, ЧАДА, Уганды и других самых отсталых стран мира. Спецпомощник Байдена, старший директор Совета нацбезопасности по вопросам нераспространения про Найвади неожиданно заявил, что Вашингтон не исключает возобновление диалога по ядерному оружию до завершения войны на Украине. И вообще Америка оказывается открыта для разговора Байдена с Путиным. По поводу нового направления, я бы сейчас был осторожен в оценках, для того, чтобы говорить о том, что это прям новое направление, которое открылось на фронте. Действительно ситуация в Рыжовке, там были боестолкновения. Рыжовка, сам населенный пункт, он находится прямо на границе с Россией, вплотную к российскому населенному пункту Теткин. Там граница проходит буквально, можно сказать, по домам. Поэтому сам по себе населенный пункт, находящийся вплотную границу, расценивать как открытие направления, я бы не стал.